Те, кто покидает школьные стены, чтобы перейти на следующую ступень образования, сейчас на финишной прямой. От нового жизненного этапа их отделяют лишь выпускные экзамены. Практически каждый из них давно определился, с какой профессией планируют связать свое будущее. Мы с Германом планируем поступать в БГУР на КСИС, компьютерные системы и сети, на специальность ПОИТ. И в принципе нас пока что баллов хватает, мы очень уверенно идем. Буду поступать в БГУ на факультет геоинформационных систем. Это по большей части работа с географией и компьютерами. В этом году путь от абитуриента до студента не такой, как раньше. Есть свои нюансы. Первые изменения во вступительной кампании произошли еще на стадии профориентации. В целях безопасности учебные заведения отменили дни открытых дверей, перешли на видеоконсультации и общение с абитуриентами в социальных сетях. Новые формы диалога с потенциальными студентами оказались вполне удобны и эффективны. У нас есть инициативная группа уже учащихся, которые четвертый курс. Они ведут переписку активную с молодежью. Это их возраст, они как-то между собой общаются больше. И ребята спрашивают, когда можно прийти, когда можно подать. Правила поступления в СУЗы не изменились. Предусмотрены конкурсы среднего балла аттестата, а отдельные специальности требуют сдачи ЦТ и экзаменов. В связи с эпидемиологической ситуацией участие в очных вступительных испытаниях может вызвать беспокойство. Сотрудники средних специальных учебных заведений гарантируют соблюдение всех норм безопасности. Для абитуриентов, подающих документы, будут предусмотрены все необходимые, соблюдены все необходимые меры. То есть это рассадка с условием дистанции по 12 человек в учебном кабинете. И испытания будут проходить в виде тестового задания, которое будет длиться 45 минут. Дистанции социально будут соблюдаться, и учащихся мы можем обеспечить теми же средствами защиты маски и перчатки. Приемная комиссия будет в масках? Конечно. Что касается ВУЗов, то в большинстве случаев главные условия поступления – успешная сдача ЦТ. Правда, пройти испытания из дома по понятным причинам не получится. Пандемия сдвинула и сроки проведения тестирования. Оно пройдет с 25 июня по 16 июля. Те, кто по уважительным причинам не может быть на ЦТ в означенный срок, получат возможность сделать это 19, 21 и 23 июля. Хорошая новость для тех, кто будет сдавать тесты в резервные дни. Теперь для этого не нужно ехать в Минск. Испытания пройдут в Гомельском государственном техническом университете. Количество абитуриентов в аудитории будет не более 50. Для того, чтобы обеспечить их рассадку не менее чем на полтора метра друг от друга. Второе – это массовые предметы, такие как русский язык и математика. В этом году пройдут в два дня. Организаторы в аудиториях будут работать в масках, будут работать в перчатках. Кураторы централизованного тестирования призывают абитуриентов проявить социальную ответственность и соблюдать известные меры предосторожности. Уверены, с этим проблем не возникнет. Мы будем соблюдать меры безопасности, предосторожности, будем использовать маски, антисептики и соблюдать дистанцию. Конечно, это слишком много людей и большая вероятность заражения. Пандемия хоть и диктует свои правила, но все-таки не создает существенных препятствий для абитуриентов. К тому же есть в сложившейся ситуации и позитивный момент. Времени для подготовки к ЦТ стало больше. Главное – сохранять бдительность и внимательно относиться к своему здоровью. Николай Скинтиян, Игорь Морищенко, Павел Антонов, Евгений Макеенко. Новости недели.